Практически без отрыва от работы сотрудники детского сада «Солнышко» прошли профилактический медосмотр. У нас сегодня запланировано около 40 человек для прохождения диспансеризации. В выездной диспансеризации мы на месте делаем забор анализов, общий анализ крови на ВИЧ-инфекцию и на биохимию сахар-холестерин. В зависимости от возраста немножко разный объем обследований. Также сразу проводим электрокардиограмму, общаемся с пациентами, меряю внутриглазное давление. Даем рекомендации. Удобство работы выездных бригад медиков уже оценили многие сотрудники предприятий и организаций города. Это очень удобно, когда тебе не надо бежать в больницу, проходить там несколько кабинетов, стоять в очередях. А вот вроде пришел и почти не отрываясь от производства, спокойно прошел. И за здоровьем проследил, и время не так много на это дело потратил. Кроме того, для сотрудников учреждения провели лекцию «Стоп ВИЧ-СПИД». Врач-эпидемиолог городской больницы рассказала об основных путях инфицирования, способах защиты от инфекции, а также развеяла главные мифы. Проведение лекции приурочили ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа, который ежегодно отмечается в 3 воскресенье мая. На сегодняшний день среди жителей нашего города на диспансерном учете состоит 82 человека ВИЧ-инфицированных. Среди них соотношение мужчин и женщин почти одинаковое. Есть один ребенок, прибывший с другой территории больной ВИЧ-инфекцией. Остальные жители нашего города больные ВИЧ-инфекцией – это взрослое население в возрасте от 19 до 60+. И, конечно же, путь инфицирования 90 с лишним процентов – это половой. В этом году акция «Единая неделя тестирования на ВИЧ на Ямале» проходила с 11 по 16 мая. Вне зависимости от этой даты, все желающие могут пройти бесплатное и анонимное обследование на ВИЧ, обратившись в кабинет номер 20 Губкинской городской больницы. Валерия Козлова, Михаил Марков, Новости Губкинского.